О чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим сегодня об разных типах оптимизаций, но немножко нестандартно, как это обычно принято. Потому что видов оптимизации сегодня на UI очень много. Кстати, мы будем говорить сном про браузер, но это частично распространяется на JS точно так же. Значит, что не будет в адженде? Скажите мне, вы видите верхнюю панель или нет? Она у вас на экране. Ты про нот и надженда или что? Ага, значит, не видите. Прекрасно. Просто я вижу эту панель, которая записывает. Нот и надженда — это то, о чем мы сегодня не будем говорить, то, что не попадет в презентацию. Потому что, в принципе, если мы говорим про ускорение нашего кода, когда мы пишем все эти решения, на JavaScript, то в первую очередь думают про алгоритмы, про то, как мы взаимодействуем с домом, как быстро работают наши библиотеки, про оптимизацию памяти, потому что там плекуха может выжирать, скажем, больше 4 гигабайтов, и обычно в этом случае наша таба в хроме просто закрывается. Про разные домоптимизации — это то, как нужно работать с домом, потому что дом, в принципе, это медленная штука. И про то, что за нас делает Google, в частности, ну, не только Google, просто в основном мы работаем в хроме, все-таки, как ни крути, и другие виртуальные машины, которые выполняют JavaScript, они все-таки на бэкграунде делают очень много оптимизации во время компиляции нашего JavaScript, переводя его в байт-код. Вот. И сегодня мы поговорим непосредственно о том, насколько можно быстро писать сам JavaScript, то есть сам по себе вот разные техники по написанию быстрого JavaScript. Окей, пару слов о том, как менялась скорость выполнения нашего любимого языка со временем. То есть вы видите, что с 2008 года до 2018 года, примерно за 10 лет, он ускорился в среднем в 4 раза. И до сих пор вот уже заметно, что начиная, ну, грубо с 2013 года, вы можете заметить, что вот скорость периодически так дергается. В среднем она, конечно, растет, но растет уже не так быстро, как, например, в переходе с 2012 на 2013 год. Потому что все-таки оптимизации, они имеют предел, и мы можем ускоряться только за счет ускорения там процессора и так далее. Вот. Но тем не менее, Google работает над этим. Второй интересный факт, это то, что скорость все-таки выглядит так, что играет роль, потому что большие компании, типа Amazon, Google, IBM, да на самом деле все, которые выводят свой бизнес в интернет, они теряют вполне конкретно, здесь есть статистика конкретно, сколько они теряют денег на том, ну, за каждую секунду простой программ. То есть если ваша, грубо говоря, страничка грузится на секунду дольше, вы там теряете определенное количество денег. И это количество денег с каждым годом становится все ощутимей, вроде как у нас и компьютер ускоряется, но с другой стороны решения, которые мы выпускаем на рынок, становятся все более сложные, большие и так далее. И мы вот с этой комплексией боремся. Это один из способов, собственно, знать, как хорошо писать и быстрее писать JavaScript. Я надеюсь, что люди, которые находятся здесь, примерно прикидывают себе, как работает виртуальная машина, в частности, event loop. Здесь поговорим про event loop JavaScript. Немножко важно, чтобы дальше понимать, как вот эти все оптимизации делать, о которых мы поговорим. Значит, в двух словах, что здесь происходит, что на этой картинке что. То есть ваш код находится вот, грубо говоря, вот в этом блоке, в желтом, где setTimeout, showText и main. То есть это какой-то кастомный пользовательский код, который может выполняться просто-напросто сверху вниз. То есть в данном случае здесь нет распороленивания. Красная надпись справа вверху один поток, как раз это и означает. И периодически вы создаете так называемые синхронные операции. То есть можете инициировать, например, это якорсерквест, либо какой-то event, либо события по таймеру и так далее. И вызов такой функции, например, аяксерквест, по сути он ложит некий такой маркер в некую очередь внутреннюю. Вот они так один за другим ложатся, здесь снизу видно. И также они будут и выполняться виртуальной машиной. То есть с этой очереди будет взят первый кубик, он выполнится, второй кубик, третий и так далее. И важно сказать, что по сути управление все время находится в руках вот этой вот виртуальной машины, то и можно как синий вот этот прямоугольник снизу понимать. И периодически в ваш код приходит, передается управление. То есть мы вот здесь вот крутимся, крутимся, крутимся в этом event loop, потом взяли вот этот кубик, например, это там наш респонс пришел с аякс. Передаем управление какой-то нашей функцией здесь, она что-то выполнила, и мы снова возвращаемся в этот event loop. Если как бы там ничего не происходит, то мы в нем и остаемся. И сюда относятся там и пользовательские клики, и всякие ховеры. То есть это все вот такие ивенты, которые заставляют вот виртуальную машину вызвать какой-то код на e-like. То есть вот так это работает. Важно помнить, что здесь а, один поток, и б, управление периодически находится вот здесь, не в вашем коде. То есть вы периодически просто вызываетесь. Кстати, если у вас есть вопрос, сразу перебивайте, задавайте. Окей, идем дальше. Значит, вообще здесь подразумевалось, что мы будем конфеты раздавать за правильный ответ, но тем не менее. Давайте вспомним, какие есть медленные операции на UIA? Обращение к дому, любое. Хорошо, обращение к дому, раз. Что еще? Не стесняйтесь, все подряд, что у вас в голове есть. Работа с большими массивами. Работа с большими массивами, согласен. Так, что еще? Любые гластирующие операции. Ну, в принципе, да, какие-то там большие операции, игры. Вот такая явная штука, которую все UI-щики делают. с бакендом особенно. Ну, окей, не буду вас томить. Значит, действительно, медленные штуки — это AJAX request. Потому что, когда мы обращаемся к серверу, мы, в принципе, не знаем, сколько он может идти. Он там может идти до 30 секунд, и это действительно долгая операция. если у вас там нужно создать переменную, или вызвать какую-то функцию, или передать параметр в эту функцию, это все относительно очень быстрые вещи, потому что оно выполняется у вас локально, оно уже, скорее всего, скомпилированное, и, ну, то есть это в соотношении это просто мгновенно происходит. Дом манипуляции сегодня мы вспоминали. Это тоже медленная штука, потому что дом обычно сложный, большой, и внутри, то есть то, что мы видим в вкладке Elements в DevTool, это, ну, это просто дерево. На самом деле оно намного больше, и с ним работать действительно долго. Но это отдельная тема, то, как нужно вставлять ветки в дом. Мы об этом все деньгом говорим. В принципе, большие циклы, RGXP, работа со строками. Вы помните, что строки в JavaScript не мутабельны. То есть если вы, например, там конкатинируете две строки, на низком уровне можно было бы, там увеличить память, в которой находится строка, дописать туда вот ту строку, которую мы конкатинируем, и вот у нас, пожалуйста, результатирующая строка получилась. Здесь все не так работает. Создается новая строка, куда впихиваются две предыдущие, и таким образом, по сути, работа со строками это каждый раз создание новой. Там есть, конечно, свои нюансы, но тем не менее, это достаточно такая тяжелая операция. И манипуляции с массивом. Мы об этом конкретно сегодня поговорим, я покажу пример. Окей, по поводу того, как замерять, как замерять вот скорость. Ну, представьте, что у вас есть кусок кода, вы хотите понять вообще, а как он быстро работает. Ну, в принципе, как бы, посмотрев на него, мы, конечно, можем иметь какие-то там догадки, но тем не менее, сам объект, консоль глобальный, он предоставляет несколько простых достаточно. Несмотря на то, что это простые вещи, и они работают не очень точно, но этого обычно хватает для каких-то таких повседневных проверок. То есть, есть функция time и end time, что она означает, что вы передаете туда одинаковый аргумент, в данном случае, это аргумент test, обычно это строка, и все, что вы положите между и двумя этими вызовами будет замерено по времени. То есть, в данном случае, вот этот код, который выполняется в функции test, это просто подсчет, подсчет чисел от 0 до 99999. Вот этот код будет замерен, то есть, время отсюда сюда. В данном случае, он там меньше миллисекунды занимает. Почему нужно это обрамлять в функцию? Кстати, кто знает этот факт? Почему код, который мы тестируем, предположим, что нам просто нужно его обобщать, мы же можем это прямо в консоль написать, да, написать console.time, потом ввалить сюда этот код, потом console.time.ant. Почему здесь должна быть функция, как вы думаете? Окей, походу, никто с этим не сталкивался. Функция нужна для того, что в случае, если мы просто вот этот код положим в консоли, то переменная k в данном случае, она будет глобальной. Она создастся в глобальном контексте и это значительно, значит, ну, очень сильно замедлит выполнение этого кода. Вообще, использование глобальных переменных, она очень сильно замедляет выполнение любого кода. Поэтому рекомендуют все обрамлять в функцию. Второе замечание, которое можно сделать по этому поводу, дело в том, что если вы написали эту функцию неважно где, в консоли либо в вашем коде и она запускается первый раз, то вначале виртуальная машина ее компилирует. Процесс компиляции это такая достаточно тяжеловесная штука, то есть ему нужно разобрать все ваши, все там буковки, которые есть в вашем тексте, там создать абстрактое, синтетическое дерево, потом сделать, собственно, компиляцию в машинный код и только после этого выполнить. Поэтому обычно, если вы хотите замерить реальную скорость выполнения функции тест, то вам нужно вначале запустить, а потом запустить еще раз и уже обрамить в консоль тайм, консоль таймер. Тогда вы получите немножко другое значение. Обратите внимание, здесь, по-моему, я как раз указал, да, вот здесь вот видно 0.19, да, а здесь 0.09. В принципе, время уменьшается после второго запуска. Окей, это мы проговорили. Значит, по поводу циклов. Если мы говорим про оптимизацию циклов, по сути, в очень общем случае, разумеется, есть нюансы, но цикл это сколько раз мы крутимся внутри и что, собственно, внутри. То есть это тело, умноженное на количество итераций. Разумеется, есть нюансы, если у вас есть условные операторы внутри, то часть кода может выполняться при каких-то условиях, часть нет, но в общем-то это всегда сводится к тому, сколько мы раз там крутимся. И вот если цикл большой, то вот, вы точно помните, я надеюсь, что помните старые еще первые, первые в ангуляре, там есть такая штука как Repit, и мы могли какие-то там повторяющиеся элементы списки выводить на экран. И вот эта штука реально медленно работала. Это как раз об этом. То есть там внутри под капотом просто обычный цикл, который рендерит эти элементы в наш дом. Окей, если вы вас спрашивали, как можно ускорить цикл? Что бы вы ответили? Вот есть какой-то произвольный цикл, который там, к примеру, считает, там, я не знаю, элементы массива. Давайте конкретно вот такой, например. То есть первые две строчки это просто создание массива, вы можете там не разбираться, что происходит. Здесь просто массив из тысячи элементов, которые заполняются рандомными числами от 0 до 99. и создается переменная. Все, что мы делаем, это просто считаем сумму всех этих рандомных чисел в массиве. Вот какие бы оптимизации вы применили в этом случае? Нужны ли они здесь? А чи помогло бы что-то, если бы мы разделили массив на два меньшие массива и заполчальзи поменялись? Хороший вопрос. Есть такая техника, когда мы крутимся в цикле меньшее количество раз и в теле цикла прописываем, ну, тут бы было что-то вроде sum плюс равно array от и sum плюс равно array от и плюс один. А здесь было бы не плюс-плюс, а плюс равно два. Есть такая штука и так делается в библиотеке Underscore. Если вы когда-нибудь смотрели в ее исходнике, эта техника там используется. Да, можно таким образом. Окей, какие еще варианты? ArrayLength. Давайте, получим. ArrayLength нам можно вывести на уровень выше, задекларировать. Ну, и также можно let i вынести тоже на уровень выше, декларацию. А что тебе поможет, если ты let i вынесешь выше? А зачем его постоянно декларировать? Каждый раз при итерации декларировать? Я понимаю, о чем ты говоришь. Вот тут вот на самом деле идея твоя правильная, но из-за того, что V8 имеет специфическую имплементацию для цикла, то все-таки это будет работать чуть-чуть медленнее, если ты вынесешь i выше, и будет оно медленнее работать по той причине, что здесь есть понятие контекста. Когда ввели let, то let в данном случае будет работать вот в этом блоке, ну, то есть между вот этими двумя фигурными скобками. Когда ты выносишь let выше, то i распространяется уже на два блока. Тот, что выше, ну, то есть здесь же выше, наверное, тоже что-то есть, например, в какой-то функции или в другом цикле или в if, неважно, и будет распространяться еще и на внутренний скоб. Когда скобов больше, то использование этой переменной становится немножко медленнее. Это там будет отдельный проект слайд. Ну, окей, в общем, оптимизированная версия этого цикла будет выглядеть вот так. Верхняя часть такая же, здесь можете не смотреть. То есть ты был прав с вынесением в том смысле, что если с фора на вайл поменять. Ну, в общем-то, если мы поднимаем переменные выше, то мы теряем скорость. Окей, мы можем ревертнуть его, пойти с конца вперед, потому что в данном случае при подсчете суммы массива нам на самом деле все равно, откуда идти с нулевого элемента там на 999 или с 999 до нулевого. Это будет немножко быстрее. Хотя суть, на самом деле то же самое. Окей, второе правило, которое мы можем применять, это выносить статические калькуляции внутри массива. То есть если мы возьмем два вот этих примера, смотрите сейчас только на верхний, как это можно оптимизировать? Можете заметить, что вэллы и десятка на самом деле это те значения, которые не меняются в этом коде. То есть вэллы у нас 123 вот здесь сверху и 10 это просто констант. То есть по сути каждый раз, когда мы крутимся, вот итерируем по нашему циклу, мы каждый раз считаем вэллы плюс 10. То есть это не оптимально, потому что ни вэллы, ни 10 не меняются во время цикла. Соответственно, мы можем это поменять, мы можем вынести просто вот эти два значения вверх. вот таким вот образом. Плюс мы можем вэллы присвоить константу, потому что по сути она никогда не будет меняться. Константа для виртуальной машины будет выполняться быстрее, потому что это значение, то есть не будет дополнительных проверок на то, что это значение в процессе работы может измениться. То есть грубо говоря, правило такое, если можете использовать слово const вместо let или var, используйте его, это будет быстрее. И по сути все свойство к тому, что мы просто подсчитываем сумму из одних i. На самом деле, конечно, многие из вас, смотрев на такой код, скажут, на самом деле тут нужно просто по формуле посчитать, правда? Это будет еще быстрее, он будет право, на самом деле, но для презентации я опустил этот момент. Окей, идем дальше. Значит, reduce iterations. Смотрите, предположим, у нас есть функция, которая ищет в строке какой-то символ. Это такая стандартная институтская задача. То есть предположим этот символ u. Можно задать его через параметр, но для наглядности просто константную. То есть мы бежим, передаем сюда на вход строку, считаем, что индекс равен минус 1, если мы его не находим, так и возвращаем минус 1, и бежим по каждому символу, смотрим, если это u, тогда сохраняем этот индекс и на выходе возвращаем этот индекс назад. Окей, какие идеи у вас есть по поводу оптимизации этого? с этого кода. Использовать по назначению функцию индексов. Окей, это будет точно быстрее. Ну, давайте пока опустим тот факт, что встроенные функции быстрее работает. не бежать до конца массива. Нашли u, ретурнули, да. Так, окей, согласен. То есть вот здесь мы, получается, найдя уже наш индекс, мы все равно бежим до конца, что нерационально. Agree. Тут получается, остатний индекс, так что проще с кинца, если перши нашли брейк. А если у нас u самая первая, то ты не угадаешь, понимаешь? Ну да, тут это вопросы, которые вы задаете, они очень резонные. То есть если мы знаем что-то про эту строку, например, мы знаем действительно, что эти символы там сосредоточены в конце, тогда это имеет смысл. То есть в данном случае вот эти все уточнения, они начинают быть валидными. Окей, что здесь можно сделать? Во-первых, можно убрать переменную индекс, потому что она в данном случае не особо нам нужна. И действительно, я вот здесь вот пошел с конца, это то, что сказали. Здесь нужно уточнять правильно, ну, нужно уточнять, как устроена наша строка, можем ли идти с конца, либо нам нужно идти сначала. Но в сути это не менять, здесь можно идти сначала в этом форе. И ретурн, который вы вспомнили, действительно. То есть, грубо говоря, нам не имеет смысла доходить до конца, если мы уже нашли нас всего. Окей. То есть, третье правило, это уменьшать, ну, то есть, не делать лишних проходов в циклах, если это не нужно. Ну, кстати, по поводу скоростей. Скорость будет увеличена, ну, то есть, в данном случае, я там брал какую-то строку, состоящую из 10 символов, по-моему, ее у меня было где-то в середине группы. Ну, здесь, соответственно, очень примерно, там, в два раза надо будет быстрее. Ну, вы сами понимаете, чем больше строка, тем больше будет разница между этими двумя замерами. по времени. Окей. Значит, следующий пример. Вот тут уже интересно. Первые две строчки, я их немножко опустил. Представьте, что obj и array это, по сути, объекты, которые хранят значения. В данном случае, ключами этого obj будет просто индексы, 0, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Так же, как в array, ну, здесь индекс, это индекс. Плюс, в нем будут какие-то числа, там, неважно, произвольные. И вопрос в том, что будет быстрее работать, for in или классический for. То есть, в одном случае, мы бежим по объекту и по массиву через for in, и в другом случае, мы бежим по объекту и по массиву через обычный for. Давайте на секунду задумаемся, как, на ваш взгляд, кто будет первый, кто второй, кто третий, кто четвертый. Я понимаю, что я сейчас немножко насилую ваши мозги. Просто цикало, чи не може бути таке, что насправде у for in, десь там, під капотом, звичайный for. В данном кейсе, тут виконується for, в другом, тест for, тики for, а в тому for, и ще плюс там, якась логика дозвиткова. Вот это вопрос, как раз к тому, действительно ли вы понимаете суть for in, то, как он работает. В частности, если зайти на MDN, на Mozilla'овскую документацию, то там, в принципе, это описывается, вот, поэтому я вам это и расскажу. Есть принципиальные отличия между тем, как работает for и for in. И, если кто-то знает, можете озвучить, либо я сейчас вам об этом расскажу. For in проходится не только по, ключам объекта, он еще проходится и по методам enumerable, которые, то есть он для объекта, по идее, должен быть менее производительным, чем для массива. Правильно, это правильно, но если сравнивать, в общем-то, ну да, тут несколько сравнений, получается, тут есть и объекты массив, и есть for in, и for, то есть получается четыре вещи, вот как раз подойдет в четыре, я снизу и вынес. То есть, по сути, у вас я спрашиваю, что будет, кто здесь самый быстрый будет, кто медленнее, кто медленнее, кто самый последний. И вот мне, давайте так, кто будет самый быстрый в этих случаях, как вы думаете? Обычный for для массива. For in для массива. For in для массива. Обычный for для массива. С3. Окей, тут я бы хотел, чтобы вы там руки подняли, но я вас не вижу. Окей, вот, ой, sorry, вот результат, который здесь есть. Значит, самый быстрый у нас будет третий вариант, это for test, то есть это вот этот для массива. То есть обычный for для массива. Кто там говорил, обычный for для массива, можете себе в карму по плюс один сделать. Почему так? For in работает через итерирование. То есть, чисто технически, если вы когда-нибудь на JavaScript, наверное, менее актуальны, тем не менее, на системных языках, там, сишка, Java и так далее, имплементировали очередь и имплементировали массив, то вы примерно представляете, как происходит итерирование в случае очереди и как происходит итерирование в случае массива. Что такое массив? Массив – это просто много ячеек одинакового размера, которые располагаются в памяти одна за другая. Это как вот квадратики в тетрадке в школьной по математике. Представьте, что у вас от нулевого квадратика до десятого. Вот у вас 10 элементов, например, по 4 байта каждый. И в случае очереди у вас есть список из неких таких объектов специальных. Каждый элемент этого объекта, он имеет ссылку на следующий объект. Следующий объект имеет ссылку на следующий объект и так далее. В принципе, чтобы взять следующий объект, то есть сделать итерацию на элемент номер 2, вам нужно по этой ссылке перейти на этот объект. И вот фишка в том, что итерирование по такому списку оно будет дольше в любом случае, потому что на низком уровне, на уровне уже там, скажем, ассемблер, нужно сделать несколько операций для получения адреса объекта. В случае с массивом обычным, где идут подряд, например, 4-байтовые значения, вам просто нужно сделать инкрементирование на 4. Это очень быстрая операция в соотношении процессорного времени. Получается, что вот такой for в данном случае будет работать быстрее всего с массивом, потому что массив это очень такая плоская простая структура. А object, то есть объект, он всегда будет работать медленнее, чем массив. То есть в данном случае на втором месте будет этот же for с объектом. Там еще нужно, правда, сказать, что Chrome очень сильно оптимизирует это все дело. И если это выглядит как массив, оно на самом деле запускается как массив на бэкграунде. Но в данном случае вы можете увидеть, что четвертый test for, то есть вот этот цикл обычный for с объектом работает чуть-чуть медленнее, примерно в два раза медленнее. И дальше уже, обратите внимание, с таким нормальным отрывом, то есть, грубо говоря, там, очень грубо, раз там 12-14, наверное, идет for in. То есть это как раз вот эта разница между тем, как на низком уровне происходит переход между элементами. То есть такая штука, которую нужно знать, потому что вот разница, как вы видите, колоссальна. Ну и понятное дело, если у вас там много вот здесь вот еще внутри операций всяких, то это еще замедляет. Окей, значит, for off, да, у нас еще есть и for. Как вы считаете, кто здесь победит из этих функций? Значит, в чем разница? Я понимаю, что много кода немножко напряжено считать. То есть здесь все одинаково, кроме вот этих строк внутренних. То есть вот этот for обычный и здесь for off. По сути, тоже итератор, но это уже займет больше времени. Да, это правильный, в принципе, ответ. В данном случае вот этот код будет работать примерно в три раза быстрее, чем код снизу. Так, все, все, все правильно понимать. Окей, создание массива, как бы вы оптимизировали такой код? То есть мы просто создаем массив случайных чисел. Методы массива можно использовать? Там все, что угодно можно, у нас тут демократия. Сразу размер allocate, но тетра. О, вот это хороший, хороший, хороший коммент. То есть в чем, в чем особенность по поводу массива? Разумеется, каждый раз, когда вы пушаете значения в массив, то вы понимаете, что на низком уровне виртуальная машина, она выделяет какой-то там минимальный размер для массива. например, вы создаете вот такой массив пустой. В данном случае там нет ни одного элемента. На самом деле он не создается пустой. Выделяется какой-то блок памяти, я не скажу, какой точно, там, скажем, на 32 или на 64 элемента, но он по факту и есть. И каждый раз, когда вы пушаете туда значение, оно просто пушается по определенному индексу. Когда мы доходим до конца выделенного блока, например, если это было 64 байт, когда мы засунем туда 64 числа, то виртуальная машина должна будет реалокейтить, то есть добавить новую память туда. И эта операция достаточно тяжелая. То есть каждый раз, когда вы доходите до такого внутреннего предела, оно немножко становится, не немножко, а так нормально медленно. Поэтому, грубо говоря, операция пуш всегда будет медленнее, чем единожды выделение специального размера под ваш нужный арей, и уже просто по существующему смещению мы будем вложить туда какое-то там значение. То есть вот эта операция с заведомым выделением массива, она будет значительно быстрее, чем пушинг каждый раз туда такого-то числа. Окей, естественно, Winner. Хорошо, в этом примере. Что бы вас здесь смутило? То, что код после ретурна никогда не выполнился. После ретурна ты имеешь в виду dark. А ладно, не увидел. Нет, там все, там зависимости от условия, то, что ты выбираешь, зависимости от того, какой нейм приходит в эту функцию. Ну, насправді, якщо це буде, наприклад, функція в циклі викликаться, то кожен раз буде локейтатись два массива. О, хороший поинт. Соответственно, каждый раз, когда мы заходим в эту функцию, мы создаем, причем, заметьте, эти массивы будут удаляться, каждый раз, когда мы будем делать ретурн, мы выходим из функции, они снова удаляются, создаются, удаляются. И это дорогостоящая операция для нас, ну, в данном случае, там они маленькие, это не слишком значительно, но, тем не менее, они содержат строки, а строки – это уже значительно медленнее, чем, например, числа. Более того, этот массив не типизированный, и, соответственно, виртуальная машина ждет от нас, что мы запихнем туда любэ. Соответственно, если мы туда запихнем например число, то это все еще замедлит. Соответственно, да, все, что мы можем сделать, это вынести эти массивы куда-то выше и использовать просто их референс в данной функции. Это значительно, значительно ускорит выполнение такого кода. окей, значит, Map VS4. Ну, тут уже такие более obvious штуки, на которые можно посмотреть. Значит, по сути, соревнования между классическим фором и мапом. Как вы думаете, ну, понятное дело, кто выиграет? Надеюсь, понятно, кто выиграет. Или не так очевидно все-таки? Мап выиграет. Мап выиграет. Мне даже интересно, вот как народ распределяется по ответу. Фор выиграет. Так, ну, я вижу, что у нас тут батл. Все, кто сказал, что выиграет мап, были немножко неправы. С одной стороны, мап встроенная функция, и я понимаю, наверное, понимаю логику ваших мыслей, потому что все встроено, работает немножко быстрее. В одних кейсах это действительно так, в других не так. Что мап замедляет? Мап замедляет то, что на каждой итерации мы вызываем функцию, то есть как минимум вызов функции там создания аргумента на входе, это выделение памяти, пусть и локальной. В данном случае body у нас одинаковый. То есть каждый раз, когда вы выполняете body этого мапа, вы делаете дополнительные дополнительные шаги. То есть вызов функции, передача аргумента, удаление всех локальных переменных, в данном случае это будет вал при выходе из функции. И это делается каждый раз на каждый итерации. В этом случае вы ничего из этого не делаете. В данном случае, причем вы еще оптимизируете там лэнс, сложно сказать, что там мап внутри делает. Но, как ни странно, вот этот код будет выполняться быстрее. А если не закрыть, то не знаю, сколько раз, на сколько там миллис код, не знаю. Ты понял, сколько швидше? Хороший вопрос. Но это нужно сейчас померить. Ну, мы можем это сделать, но мы потеряем просто много времени. Я думаю, что там порядка, ну, в два раза точно может быть больше. Еще особенность мапа, в данном случае, которую никто не озвучил, мап возвращает массив. То есть формирование внутри при проходе, при всех, в результате всех операций, мап сформирует новый массив. И этот массив нужно, во-первых, ну, создать, нужно там наперед. Опять же, работая с массивом, если виртуальная машина не знает его финального размера, она будет вот эти вот relocate в памяти делать, и это очень долго. Поэтому я подозреваю, что тут может там до 10 раз быть разница в скорости между этими двумя. Но смотри, на такой вопрос. Хорошо, мап тут не очень подходит. Если мы говорим про Forage, он не возвращает ничего. Сейчас тут будет слайд как раз для тебя. Сейчас будет слайд с Forage тоже. Forage будет быстрее, если забегая наперед. Forage быстрее работает, чем мап в данном случае. Так, по поводу того, что мы храним массивом, продолжая тему массива. Вот смотрите, есть такой массив, просто чисел произвольных. И представьте, что вы с этим массивом работаете. Ну и знаете, что вы там с ним делаете. Например, вы пробегаетесь по нему, считаете его сумму, или там используете эти значения для каких-то там своих нужд. Как вы думаете, что может в значительной мере замедлить итерирование по такому массиву? Вот какие операции с этим массивом могут его очень сильно замедлить? Давайте возьмем даже итерировать, просто итерировать. Нам нужно итерировать по этому массиву, что мы можем с ним сделать, чтобы он стал супер медленный. Добавить начало может быть элемент? Какой? В смысле, новый элемент какой-то, если нужно добавлять начало? Знаешь, как сказал один мой друг, уточни, какой элемент? Хорошо, добавляем начало, что мы туда добавляем? Если другого типа элемент добавим, и number, допустим, что происходит под капотом? Когда вы работаете, дело в том, что очень много проверок существует, о которых мы даже не знаем. В данном случае это массив чисел. И для виртуальной машины она видит, что окей, в этом массиве нет ничего, кроме чисел. Это означает, что его можно оптимизировать. То есть он в памяти по сути сводится к последовательности, выделяется память, в данном случае здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть элементов. Выделяется память на шесть элементов, каждый из которых четыре байта. Это 32-битное представление числа. И получается, что у нас блоки, то есть в данном случае это все. Итерирование по этому массиву это просто будет увеличение адреса памяти на четыре. В данном случае. Когда вы вставите туда, например, строку, в самое начало, строка это другой тип, принципиально другой, потому что, ну, это не число. Длина этой строки будет уже там, ну, какое-то, какое-то другого значение. Конечно, на низком уровне это может быть там указатель, и указатель, скорее всего, 64-битный, соответственно, получается, что первый элемент у вас там 64-бита занимает, остальные элементы у вас занимают 32-бита. Это уже разная размерность. В этом случае этот массив автоматически превращается в очередь, про которую я вам говорил. Это там, где нужно иметь ссылку на следующий объект, ссылку на следующий объект и так далее. Итерирование по такому массиву будет занимать чуть-чуть больше времени. И поэтому каждый раз, когда вы вставляете разные типы массивы, вы автоматически его замедляете. То есть, если есть возможность, то используйте массивы с одним и тем же типом. Будь то строка, будь то, ну, числа самые быстрые, конечно, будут, будь то объекты и так далее. То есть, это очень важно. Окей. Значит, да, массивы против против условий. А в данном случае можно сделать вот такую оптимизацию, и она в значительной мере ускорит ваш код. То есть, по сути, это обычный свитч, который смотрит, что пришло в вал, да, если там ноль, то мы какую-то там переменную, например, присваиваем какую-то одну константу, если там тройка, там другую константу, ну и так далее. Часто можно такой код встретить, по сути, можно было ифами это написать тоже, что, кстати, будет еще медленнее. В данном случае, если сравнивать свитчи и ифы, то свитч будет немножко быстрее. В данном случае вы можете создать массив констант. В данном случае обратите, что константы все числа. Это как раз обращение к предыдущему слайду. В данном случае итерирование по такому массиву и взятие определенного элемента из этого массива, я имею в виду массив values, будет очень быстро. И все, что вам нужно в конечном итоге, чтобы получить какое-то к для нашего значения, это просто обратиться по смещению в этом массиве. Вот такая операция в 19-й строке, она будет намного быстрее, чем с свитчом. Окей. Значит, по поводу скопов. Мы тоже об этом немножко сегодня говорили, как-то говорили про оптимизацию цикла, там, где for поменялся на while. здесь есть два кода, и как вы думаете, кто из них будет быстрее работать? Ну, второй, так как там на один скоп меньше получается. Так. все правильно. Допеременная k. в случае k у нас находится в скопе выше, и она используется в внутреннем скопе. То есть, получается, здесь есть скоп строки 1, потом строки 2 по 6, и строки 3 по 5. В данном случае их 3 здесь. И каждый раз, когда мы используем в самом внутреннем скопе, по сути, задействованы вот эти внешние. То есть, это будет чуть-чуть медленнее, чем если мы опустим на один скоп ее внутрь. Конечно, в идеале, если бы мы ее только тут использовали, это был бы самый быстрый способ. В данном случае так не очень получается. Окей. А, есть еще такая штука по поводу ссылок и примитивных типов. То есть, в данном случае тоже к вам вопрос, какой из этих кусочков будет быстрее работать? На ваш взгляд. Вы понимаете, почему разница здесь, Значит, в одном случае мы передаем строку в функцию, в другом случае мы передаем объект, который содержит ключ message и ссылается на эту же строку. В одном случае саму строку, в другом случае объект, который ее внутри в себя содержит. Ну, с объектом, по идее, быстрее должно работать. Почему? Потому что объект это просто ссылка, строка, это, как это называется, литерал там. А что происходит физически, когда мы передаем объект в функцию и когда мы передаем строку в функцию? Передается просто указатель на какое-то место в памяти, а строка передается все это место в памяти, ну, грубо говоря. Ну, да, в принципе, ты правильно говоришь. Единственное, что, когда передается строка, мы, по сути, делаем ее копию и вот ссылку на эту копию мы уже передаем внутрь. И вот как раз процесс создания копии, он медленный, потому что, если там строка, грубо говоря, на пару мегабайт, ну, она, собственно, в пару мегабайт и скопируется. То есть у нас в памяти какое-то время будет существовать две строки полностью одинаковых, одна, та, что была до вызова функции, а другая, которая пришла внутрь функции, вот сюда. Окей, соответственно, виннер у нас как раз тот, что использует объект. Да, вот в этом примере. Мы уже, в принципе, озвучивали, я уже тут проговорился, кто будет быстрее. Да, свитч будет немножко быстрее, как оказалось. Когда я все это рассказываю, вам нужно понимать, что вот эти вещи, это уже совсем, совсем-таки большие тонкости. В действительно больших аппликациях оптимизации такого вида, они не всегда имеют смысл. И, ну, мы об этом поговорим в конце, но, тем не менее, первое, о чем нужно думать, это про, скорее, оптимизацию общего алгоритма, который вы используете, о том, какую вообще библиотеку вы используете, о том, какие подходы вы используете, есть ли лишний код и так далее. Если вот с этим всем у вас решено, то имеет смысл опускаться вот на этот уровень и смотреть, что в коде не так. Потому что это, как бы, это крайний рубеж того, что можно оптимизировать. То есть соотношение между тем, что вы получите, ну, какой прирост вы получите от такого рода оптимизаций, то есть вот эти оптимизации, они очень такие маленькие, скажем так. Если вы там выберете, там, скажем, React, Vue и Angular, ну, грубо говоря, на таком уровне вы делаете выбор, да, либо какой-то там совсем другой фреймворк, типа матрешки, да, который никто там, может, и не слышал, вот, разница будет значительной, то есть выбор другого фреймворка в значительной мере повлияет на скорость, на перформанс вашей аппликации, нежели вот такого рода оптимизация. Но, тем не менее, это один из скиллов, которые и вайщики должны иметь, как минимум, понимать, как оно работает. Окей, значит, стоп, 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 последний слайдик. Значит, какой общий вывод? Я, в принципе, озвучил только что, что на самом деле важно все-таки понимать, как работает, что такое алгоритм, потому что многое из того, что мы сегодня описывали, вот даже те же устройства массива в памяти, что такое простая очередь, что такое ссылка, и само значение, и так далее, это все упирается в то, как эти вещи устроены на низком уровне, и она связана все-таки с алгоритмом. Нам нужно хотя бы примерно понимать, как все устроено. Знание этого даст нам возможность выбрать правильный контейнер для данных, выбрать правильный подход к итерированию, либо к подсчету суммы, даже в тех примерах, которые я здесь приводил. Вторая рекомендация, это все-таки использовать последние стандарты, потому что тот же const работает немножко быстрее, чем led, и тем более, чем var. О том, что нужно заворачивать ваш код в функции, они тоже будут быстрее, потому что локальные переменные всегда работают быстрее, чем переменные как раз выше по скопу, или тем более глобальные перемены. Вот, кстати, все примеры, которые я, когда я готовил и проверял их скорость, то я использовал точно так же в начале код с глобальными переменами, то он, я не знаю, раз в 10 был медленнее, и я вначале не мог понять, в чем проблема, и как раз нарыл этот факт. Choose-Face Frameworks. Да, это такая штука, о которой в первую очередь нужно думать, то есть если вы, в зависимости от требований к аппликации, если все должно быть супербыстро, то выбор фреймворка будет в значительной мере тем, что, собственно, и сделает это ускорение. По поводу embedded methods, сегодня немножко озвучилось, действительно, если мы use какие-нибудь join, index, off и тот же map, обычно это будет действительно работать в среднем, это будет действительно быстрее работать, чем то, что мы напишем руками, то есть мы же на самом деле можем там и бинарный поиск реализовать сами и так далее, но обычно встроенные функции, даже тот же math floor, он будет работать, в принципе, быстрее, чем то, что мы реализуем руками. I think instead sync code. Ну, I think instead sync code, это такая общая рекомендация, то есть если у вас есть возможность использовать await-i-sync, используйте ее, это опять же к вопросу о последних стандартах, все те штуки, которые обычно работают быстрее, чем наши собственные поделки. Мы поговорили про массивы и про лупы, про циклы, вы как минимум узнали, как их можно немножко быстрее ускорить. Так, и все, ваши вопросы, друзья, если такие имеются. Ну, у меня не вопрос, а может быть, просто чуть-чуть хотела дополнить, что, конечно, когда ты сказал, что map работает медленнее, чем for, и заменил его вот этим огромным for, то это на самом деле кровь из глаз, и если практиканты это увидят и станут это делать, то это неправильно, потому что надо еще говорить и о том, что есть такое понятие, как дорогое время девелоперов, как саппорт этого кода потом, то есть об этом тоже надо думать, если мы наваяем там, увеличим там перформанс, на сколько-то миллисекунд, но при этом код будет такой, что потом любой баг придется фиксить целую неделю, то это как бы неправильно. То есть есть еще второй конец, как бы это палка о двух концах, и тут и в настоящий момент, когда машины стоят дешевле людей, ну, скажем так, мощная машина там дешевле, чем неделю, то надо думать, очень важно еще и думать о том, чтобы код был там, мейтеннабилити была у кода, чтобы его можно было поддерживать, да. Да, не ваять такие страшные алгоритмы ради того, чтобы там... Так, так, все правильно. Сколько... С приводу мапа того самого. Выкористовывать мап для подраховки суммы, это как-то вообще... Ну да, это правильный ноут, надо было его тогда сказать. Редюс, выкористовывать в таком обыдке, найденный for each. Да, 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 да. Все правильно. Я же как раз, как раз такие холиварные примеры подбирал, чтобы народ это самое откликался. Скажи еще, пожалуйста, ты там показывал пример, где ты заменял switch case оператор на массив. А если switch case заменить на объект? То есть немножко улучшить этот метод. А чем? Нет, если ты заменишь на объект, будет чуть-чуть медленнее. Опять же, тут есть... Как всегда... Я имею в виду классический случай, когда вместо свеча, когда у нас... Вот здесь у нас просто числа в кейсах. Если у нас реально какие-то там значения, там строки, допустим, и мы заменяем этот switch на массив. На массив, а на объект с соответствующими ключами. Были ли это решения быстрее, чем обычный классический switch? Ты не знаешь? Ключевое слово быстрее. Да, если мы говорим про скорость, то, в общем-то, числовые массивы это самая быстрая структура данных, которая у нас есть. В данном случае какие плюсы, какие минусы? Плюсы. Скорость. Это будет быстрее, да. То есть ответ да. Минусы. Видишь, у нас есть вот эти нули. То есть в данном случае, это те данные, которые мы никогда не используем. То есть у нас нет данных по вот этим индексам. И в данном случае получается, что используя такой массив, мы занимаем... Мы используем больше памяти. Ну, я просто простой пример придумал. Понятное дело, что какие-то более сложные... Большие массивы и большее их количество будут занимать больше памяти. То есть мы здесь балансируем между тем, а нужно ли нам занимать меньше памяти или нужно ли нам сделать это быстрее. В данном случае этот пример для того, чтобы сделать быстрее. В случае с объектом это будет, наверное, и читабельнее, и проще понимать. Это сложно сказать, меньше ли оно займет. Наверное, меньше в зависимости от того, сколько вот таких дырок будет. Если дырок много, соответственно, массив займет больше. Если дырок меньше, если оно, например, подряд будет, то тогда на самом деле массив будет занимать меньше, чем объект. Примерно так Массив все равно будет быстрее Массив всегда быстрее Потому что, ну, из-за той особенности Особенно числовой массив Это, наверное, самая быстрая штука Вот массив из разных значений Тут уже надо смотреть Тут уже можно померить, кто действительно будет быстрее Более того, V8, он еще оптимизирует эти штуки То есть, грубо говоря, он смотрит Если ты создал объект И ключами туда положил числа То есть это выглядит как массив То он втихую за тебя создает массив И ты, обращаясь по индексу По числовому индексу к такому объекту Ты на самом деле обращаешься к массиву Оно работает супербыстро И я тоже в тестах не мог понять Почему он так быстро, блин, это же объект То есть, на самом деле, под низом Очень много разных типов оптимизации Которые делаются Мы их не видим, на самом деле Но они делаются Именно поэтому JavaScript в последнее время Вот я смотрел бенчмарки, например Java и JavaScript Node.js сравнивался с Java Там стандартные эти тесты Всякие фракталы они там строят По деревьям бегают И там разница, на самом деле, незначительная В большинстве тестов Там, по сути, ее и нет Ну, там, скажем, на 0.5 Медленнее на Node.js, если JavaScript выполняется Чем на Java Я имею в виду 0.5 секунды То есть полсекунды — это разница То есть, если на Java что-то выполняется 4 секунды То на JavaScript, на Node.js Она будет выполняться 4.5 секунды То есть, в принципе, разница незначительная По современным меркам Вот, еще вопрос Скажи еще такой вопрос Мы очень много говорим о типах То, что работа с определенными типами Она быстрее Как влияет, если использование TypeScript Использование TypeScript Оптимизирует ли TypeScript это все? Либо он имеет свои костыли внутри? Ну, ты же видел, как оно компилируется То есть, ты можешь написать там какой-то код на TypeScript И скомпилировать его этим TSC-компилятором И посмотреть, что на выходе получилось То есть, в принципе, ну, в среднем Если ты хороший специалист Ты на ванильном JavaScript Напишешь код лучше Чем это делать TypeScript Ну, что TypeScript все-таки Ну, они, конечно, они стараются Очень его оптимизировать Разумеется Но в любом случае Сгенерированный код Когда ты пишешь там Все фичи, которых еще нет в стандарте Например, там Интерфейсы Или там какие-то там Эти самые Темплейты Этих всех штук Еще нет в стандарте Мы их как-то Сами выдумываем И поэтому компиляция Такого кода в ванильный JavaScript Она будет обычно То есть, больше кода будет И он, скорее всего, будет дольше выполняться То есть, если ты пишешь аппликацию Которая должна работать супербыстро Это реально требование То есть, от клиента Она должна быть быстрой Делайте, что хотите Вот В этом случае Использование всяких там TypeScript Там и похожих языков Но Ну, нужно очень хорошенько подумать Выиграешь ли ты Потому что Правильно здесь был коммент Про maintainability Если Если мы пишем вот такой Коль, как я здесь показываю То Джуниоров нельзя на проект брать Все Все сгорит Вот Еще вопросы, друзья А может, есть какие-то Тулы для автоматизации Если мы говорим про то Что считабельность Такого оптимизированного кода Не очень Я думаю, используем Какие-то бабели Там и прочее Есть ли какие-то там Решения Которые оптимизируют Ну да, например Которые будут менять Там наш мап На Слушай, это Хороший вопрос задал Вообще Был раньше Из того, что я помню Был Гугл Боже, как он назывался Подскажите мне Вот этот Гугл Компайлер По-моему Он назывался Так Ложер компайлер Вот он Такие штуки Вроде как делал То есть Он действительно Не просто Обфускал код То есть Он выбирал там эти пробелы Комменты И так далее А он еще и Модифицировал Логику кода Без Изменения Ну то есть Логика оставалась Выполнение такая же Но он сам код менял И Там всякие глупые Конкатинации Или там Константы Он все это скручивал В одну переменную И так далее То есть Вот Как минимум Из того, что я могу Сейчас вспомнить Но нужно погуглить Я не могу пока ответить Тебе Я не знаю Я думаю, что Если бы такие Тулзы были Ну Известные Типа там Вепа Которых всех знают То они бы Так или иначе Пролазили бы В виде плагинов В тот же Вепак И в те Тулзы, которые мы Используем тот же Багом Пока я таких Не наблюдаю То есть Как минимум Если они есть То они скорее Какие-то не очень известные Что это Это на самом деле Очень сложная задача Потому что Чтобы Оптимизировать код Чтобы его не поломать Не так-то просто На сегодняшний день Пока это на наших плечах В плечах программистов Еще вопросы Или уже все Окей Тогда Спасибо всем Что пришли На сегодняшнюю лекцию Всем хорошего дня Субтитры создавал DimaTorzok